Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Луки 5.32, мы рассмотрим такой вопрос. Разве Христос пришел только призвать неправедников и грешников к покаянию? Давайте прочитаем этот текст Евангелия от Луки 5 глава 32 стих. «Я пришел призвать неправедников, а грешников к покаянию». Здесь я подобрал комментарий блаженного Феофилакта, мы его тоже прочитаем. «Смотри же, что слышат фарисеи, обвинившие его. Я, говорит, не пришел призвать праведников, то есть вас, которые сами себя делают праведниками, а пришел призвать грешников не для того, впрочем, чтобы они остались во грехе, но чтобы покаялись. И иначе. Я не пришел праведных призвать, потому что не нахожу их, так как все согрешили. Если бы можно найти было праведных, я не пришел бы. Мытарь же есть, и всякий, кто работает миродержителю и вносит подать плоти, чревоугодник платит подать плоти ястыми, блудник нечистыми связями, иной иным. Когда же Господь, то есть евангельское слово, увидит его сидящего у сбора пошлин, то есть не преуспевающим, но отстающим, не идущим вперед и не подвязающимся на большее зло, но как бы бездеятельным, то восставит его от зла, и он последует за Иисусом, и примет Господа в дом души своей, а фарисей, надменный и отсеченный от благодати, с кем и с чем он останется. Здесь в этом толковании блаженный Филакт рассматривает ситуацию, когда грешник устал от греха, и хотя он блудник, он перестает бегать за грехом, и хотя он нечист на руку, для него это стало чем-то противным, и он не соревнуется с другими грешниками, никак не опережает их, и вот такое состояние, оно близко именно к покаянию, к исповеди. Такое случается с алкоголиками, такое случается с наркоманами, когда уже они чувствуют, что дальше двигаться некуда, есть серьезная опасность, что они могут потерять самих себя. И Господь, именно Он, порождает в душе грешника неприятие к собственному греху. Чаще среди людей распространена такая ситуация, когда они ненавидят, буквально ненавидят грехи другого человека, но это ничего никому не дает, кроме умножения зла в этом мире. Человек обязан, прежде всего, ненавидеть грех в самом себе. И если этого нету, то мир не меняется в лучшую сторону, потому что очень важно начать дело исправления мира самого себя. И если это происходит, то мы сами становимся светом для этого мира, и в противоположность грехам начинаем проявлять добрые дела. И вот посмотрим, что архиепископ Аверкий Таушев пишет. «То есть, я для того и пришел, чтобы грешники покаялись и исправились. Я пришел призвать к покаянию не тех, которые считают себя праведниками и воображают, что им не в чем каяться, но тех, которые смиренно сознают себя грешниками и просят у Бога милости». Правда, Господь пришел призвать и спасти всех, в том числе и самомечтательных праведников. «Но пока они не оставят самомечтание о своей праведности и не сознают себя грешниками, призвание их будет бесплодно, и спасение для них невозможно». То есть, то, что мешает этим людям, они уверовали в свою непогрешимость. Уверовали в свою непогрешимость. Как-то показывали новости по телевизору и объявили, что это было время Страстной Седмицы по западному календарю, что Папа Римский с другими кардиналами отправился на исповедь. И я так очень внутренне обрадовался, что этот человек считает себя все-таки грешником, хотя все вокруг внушают ему, что все совсем наоборот. В нашем православном мире серьезной опасности подвергаются иерархи Церкви. Был такой иерарх, его звали Филарет. Когда он стал патриархом Константинопольским, он позвал к себе двух мастеров и сказал, чтобы они начали бы делать ему гроб, но делали бы медленно. И чтобы каждый большой праздник они бы приходили бы, и чтобы их пропускали бы без всяких ограничений, и говорили бы патриарху, «Знай, твой гроб делается, ко времени успеем». И когда какие-то праздники церковные, религиозные, все окружали подхалимы Святейшего, и все его прославляли, все его чествовали, вдруг появлялись эти два неряшливо одетых, трудовых человека, и они говорили эти слова. И только благодаря этим напоминаниям этот патриарх стяжал праведную и святую жизнь, потому что для человека важно помнить о том, что все проходящее, а всякие там самомечтания о самом себе, всякие галлюцинации, которые проявляют самомечтательные праведники, все это пустое и не имеет никакого значения, решительно никакого значения. Поэтому Христос точно пришел спасать грешников. Во-первых, потому что никаких праведников нет. В результате грехопадения такая произошла поврежденность человеческой природы, что без содействия благодати Божией в таинствах Церкви мы никто не можем спастись. Смотрите, что пишет Парук Исаи, это 64 глава, 6 стих. «Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносит нас». То есть человеческая праведность, она именно как запачканная одежда. И если бы мы сделали бы ревизию нашей так называемой праведности человеческой, то обнаружили бы ее очень и даже очень греховной. Потому что многие такие дела мы делаем потому, что мы хотим выделиться перед другими людьми или даже для самолюбования. «А если это так, то именно о такой праведности пророк Исаи сказал. Ваша праведность, как запачканная одежда». И когда мы читаем послание апостола Павла к римлянам, там со всей очевидностью первоверховный апостол пишет, «Все согрешили, нету праведного, ни одного». Слышите, братья и сестры, ни одного. И даже когда однажды лучшие люди своего времени, апостолы, спросили Христа, «Так кто же может спастись?» Он им ответил, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно». Мы спасаемся Христом и Иисусом, осознавая свое несовершенство и свое падшее состояние. Вот почему блаженный Ироним однажды воскликнул. «Мы становимся праведными тогда, когда исповедуем, что мы грешники, и когда дело нашего спасения возлагаем не на свои собственные дела или заслуги, но токма на милосердие Божие». Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. С Богом! С Богом!